18 мая состоялось очередное заседание Думы Угличского муниципального района. С докладом о летней оздоровительной кампании 2023 года выступила исполняющая обязанности начальника управления образования Оксана Дерунова. С 1 июня по 31 августа отдыхом и оздоровлением планируется охватить 1990 детей. В детском оздоровительном центре юность пройдут три смены. Первая и вторая продолжительностью 21 день, третья – 14 дней. На базе 27 образовательных учреждений будут работать лагеря с дневной формой пребывания. В период летней оздоровительной кампании, кроме всего прочего, будут проводиться профильные лагеря. Это на базе детской юношеской спортивной школы, где лагерь будет иметь спортивную направленность, акробатика, волейбол, баскетбол и другие виды спорта будет охвачено 95 человек. На базе центра гармония направленность социально-гуманитарная, там будет охвачено 18 человек. И на базе МАУФОК ОЛИМП будет охвачена спортивная направленность 27 человек. Это дети, которые посещают секции по плаванию. Лагерь с дневной формой пребывания на базе образовательного учреждения будет продолжительностью летней смены у нас 18 дней. Стоимость питания 162 рубля в день на человека с двухразовым питанием. Сюда входит культурно-массовая работа 20 рублей в день. И общая стоимость одного дня 182 рубля. Для детей платной категории стоимость путевки в лагерь с дневной формой пребывания составляет 1818 рублей, из которых 1458 рублей это 50% питания не платят и 360 рублей 100% культурно-массовая работа. Стоимость путевки в лагерь юность в этом году приобретается за счет областного бюджета, а также средства родителей или других граждан. Значит, на 21 день стоимость путевки 16434 рубля, на 14 дней 10958 рублей. В установленную стоимость путевки включено шестиразовое питание детей в размере до 350 рублей в день включительно, страхование детей в размере на 21 день 108 рублей, на 14 дней 69 рублей включительно. В период оздоровительной кампании 22 года за счет средств областного бюджета были выполнены следующие работы. Установка автоматической системы этот лагерь юность, система пожарной сигнализации в чердачных помещениях, установка охранной сигнализации системы видеонаблюдения, замена кровли на здании столовой, ремонт кухонной вытяжки, замена планов эвакуации. Средства местного бюджета были использованы на частичную оплату работ по установке охранной сигнализации, текущий ремонт помещений и приобретении необходимого инвентаря для работы с детьми. В 2023 году на что мы планируем истратить средства областного и местного бюджета? Цифры приведены, всего 1 456 279. Значит, мы решили, что каждый год будем ремонтировать хотя бы по одному корпусу лагеря юность, чтобы дети приезжали в приличные условия для их проживания. В рамках ремонта будут проведены следующие работы. Замена и покраска пола, замена входных и межкомнатных дверей, замена оконных блоков, замена кровли. Это будут деньги областного бюджета. Покраска корпуса, устройство отмозки – это деньги уже нашего местного бюджета. Работа всех лагерей, дневных на базе школ, загородного лагеря на территории улического муниципального района всегда отмечается положительными отзывами родителей и обучающихся, посещающих лагерь. Отметим, что в лагере лагерях дети вовлечены в мероприятия различных направленностей – воспитательные, патриотические, творческие, профориентационные, познавательные. В период оздоровительной смены обучающиеся имеют возможность посещать и музеи, и выставки, и экскурсии, что расширяет и знания, и кругозор несовершеннолетних. О работе учреждений культуры Угличского муниципального района в 2022 году и планах работы на 2023 год доложила начальник управления культуры. По словам Ольги Красновой, в прошлом году приоритетной задачей управления было повышение качества предоставляемых услуг населению посредством создания условий для реализации полномочий в области культуры. Укрепление материально-технического состояния подведомственных учреждений за счет средств федерального, областного, местного бюджета, привлеченных средств, а также повышение квалификации специалистов, реализация мероприятий приоритетных направлений по исполнению послания президента в части выполнения запланированных показателей уровня средней заработной платы работников по результатам их труда, реализация на территории района национального проекта «Культура», губернаторского проекта «Решаем вместе», реализация региональных проектов «Мой клуб, моя библиотека», всероссийского проекта «Культура для школьников», «Пушкинская карта», взаимодействие с некоммерческим сектором. Вот те направления, которые были реализованы в 2022 году. Приняты в 2021 году шаги по изменению структуры и именно открытие в левобережной части обличча центра досуга дали положительный результат. По состоянию на 31-12 учреждений действует 5 клубных формирований, постоянными посетителями которых являются 57 человек. Организованные центром досуга мероприятия «Завод» посетили 10 766 человек. Мероприятия проводятся как на открытом воздухе, на отремонтированной площадке у центра досуга, так и в помещениях и на базе СОЖ номер 6. Важным инструментом работы отрасли является ее финансирование. В 2023 году на отрасль, без учета строительства нового дома «Культура», было выделено 145 млн 91 тыс. рублей средств федерального, регионального, местного бюджетов, а также небюджетных источников. Необходимо отметить, что по сравнению с 2021 годом финансирование снизилось на 4,4% или на 7 млн 539 тыс. рублей, но доля бюджетных расходов по отрасли в консолидированном бюджете составила, как и прежде, 5,9%. Экономические показатели работы улучшились по сравнению с 2021 годом. Внебюджетные источники возросли на 1 млн 837 тыс. рублей и составили 8,9 млн. рублей. Заработали культурно-досуговые учреждения 5,3 млн. рублей, 3,5 млн. – это образовательные учреждения. При этом необходимо отметить, что доля средств, выделенных на заработную плату из общего числа средств, увеличилась по сравнению с прошлым годом. А это значит, что средства на развитие отрасли сокращаются, и необходимо искать дополнительные резервы к привлечению грантов к участию в конкурсных отборах. Плановый показатель посещаемости учреждений культуры на 2022 год составил более 542 тыс. посещений в год. И отрасль с этой задачей справилась успешно. Все показатели были выполнены и перевыполнены на 12,1%. Общая посещаемость составила 608 800 единиц. По итогам 2022 года в районе действует 303 клубных формирований, участниками которых являются 4875 человек. что на 126 человек больше по сравнению с 2021 годом. 11,2% населения района занимаются в клубных формированиях. Количество культурно-массовых мероприятий в 2022 году составило 5 437 единиц, что на 575 мероприятий больше, чем в прошлом году. Удельный вес населения, участвующих в культурно-массовых мероприятиях составил 909%. То есть каждый угличанин побывал на 9 мероприятиях в год. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием тоже подрос и составил 41,1%. В прошлом году это было 40,25%. Читателями библиотек являются 17,988 человек. Показатель незначительно вырос по сравнению с 2021 годом всего на 1,1%. Но посещаемость учреждений выросла значительно на 14,8% и составила 205,709 человек. В учреждениях дополнительного образования на текущий момент обучается 796 человек. Это столько же, сколько и в прошлом году. Это максимальная нагрузка двух наших учреждений. Доля обучающихся по предпрофессиональным программам, это один из показателей региона, у нас незначительно ниже областного и составляет 5,2%. По окончанию художественной и музыкальной школы в прошлом году поступило 14 вкусняков в среднее и высшее учебное заведение по профилю. Это высокий очень процент. С 2019 года на территории Русского района реализуется национальный проект культура. 2022 год это тоже не стал исключением. На территории Линского сельского поселения в короткие сроки построен Вякиревский дом культуры со зрительным залом на 100 мест. Общая стоимость объекта с учетом приобретенного музыкального, светового и звукового оборудования составила более 66 миллионов рублей. Торжественное открытие дома культуры состоялось 3 марта 2023 года. В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» приобретено в прошлом году музыкальные инструменты и оборудование для нового дома культуры в деревне Вякирева на сумму более 3 миллионов рублей. В 2022 году проведена большая работа подготовки проекта и документации для прохождения государственной экспертизы и формирования пакетов документов для заявки на участие Головинского дома культуры в конкурсе на капитальный ремонт учреждений культуры, расположенных в сельской местности, на 2023 год. К сожалению, конкурсный отбор объект не прошел из-за большого объема финансирования. Сумма капитального ремонта составляет 53 миллиона рублей. Но мы не сложили руки, в 2023 году заявка снова ушла в Минкульт. Продолжена работа подготовки проектной документации на реконструкцию дворца культура. Выполнена уже большая, значительная часть работ. Сделан дизайн проекта, проведены инженерные изыскания, разработана проектная сметная документация первого этапа капитального ремонта. Сумма первого этапа ПСД составляет 273 миллиона рублей. И наша главная задача найти теперь пути решения и воплощения ПСД в реальность. На средства местного бюджета проведен капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории центра досуга Левобережья. Сумма освоенных средств 1 миллион 300 тысяч рублей. В течение летних месяцев всеми учреждениями культуры был реализован губернаторский проект «Яркое Ярославское лето». Каждую субботу и воскресенье проводились мероприятия для всех категорий жителей Учинского района и гостей. Всего проведено 33 таких программы с общим охватом более 16 тысяч человек. Из средств областного бюджета на эту программу было привлечено 900 тысяч рублей. Коллектив Дворца культуры с проектом «Шаги за ширма» стал победителем первого конкурса 2022 года по поддержке проектов общественного значения в области культуры и искусства президентского фонда культурных инициатив. Сумма выигранных средств 485 тысяч рублей федерального бюджета. Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца конфетти Дворца культуры стал наурядом третьей степени областного фестиваля любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура» и получил грант на творческое развитие 150 тысяч рублей, что пошло на укрепление материально-технической базы этого коллектива. Конечно, не все сделано и впереди много планов по созданию условий улучшения предоставления услуг населению в области культуры, а именно подготовка документов и реализации в 2023 году средств, опережающих финансирование в рамках национального проекта «Культура» по капитальному ремонту Ильинского дома культуры. В настоящее время мы уже понимаем, что сумма выделенных средств составляет 15,9 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджета. В кратчайшие сроки мы должны выйти из государственной экспертизы, и в этом году первый этап капитального ремонта мы должны завершить. Кроме этого, капитальный ремонт учреждений культуры в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». Здесь у нас три паспорта, которые мы должны освоить тоже в короткие сроки. Участие в конкурсе на укрепление материально-технической базы «Состояние МТБ» – это проект «Культура малой Родины». И нужно отметить, что уже в этом году мы знаем, что победа у нас в руках, и выиграл у нас чуть больше миллиона рублей – это Головинский дом культуры, на укрепление матбазы Плоскинского дома культуры, который подпал у нас прежде под капитальный ремонт в рамках национального проекта. Сейчас уже все контракты заключены, поставка будет осуществлена до 1 сентября. Привлечение дополнительных средств посредством участия в грантах и конкурсах федерального и регионального уровня и федерального проекта «Пушкинская карта». Нужно отметить, что на территории Украинского района одно муниципальное учреждение реализует Пушкинскую карту – это дворец культуры. И хочу сказать, что как-то скептически мы не относились к этому, но за два месяца продано 90 билетов в сумму вырученных средств 50 тысяч рублей. Безусловно, есть острые вопросы, которые необходимо решать незамедлительно. Это, конечно, укрепление матбазы, проблема старения кадров и, конечно, поиск новых потенциальных возможностей учреждения культуры. Хочу сказать, что благодаря всем руководителям, специалистам администрации, главе района достигли таких высоких результатов. И без поддержки глав поселений, общественной палаты, представителей и председателя Думы района и депутатов, конечно, многие вопросы бы не решились. Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Лилия Федорова рассказала о развитии физической культуры и спорта. На территории Угличского района работают четыре муниципальных учреждения, реализующие дополнительное образование разнообразной спортивной направленности. Действует шесть социально ориентированных некоммерческих организаций спортивной направленности и большое количество физкультурно-спортивных клубов. Общий объем бюджета молодежной политики в 2022 году в Угличском районе составил 16 млн 602 тысяч. Из них средства местного бюджета 13 164, областного бюджета 2643 тысячи рублей. Средства сельских поселений 595 тысяч рублей. Средства городского поселения Углич по передаче полномочий 200 тысяч рублей. В целях стимулирования дальнейшего профессионального роста тренеров, повышения спортивного мастерства спортсменов, на протяжении более 20 лет в районе проводится муниципальный смотр конкурса «Лауреат спорта». Ежегодно 13 спортсменов становятся стипендиатами главы Угличского района. Углич является площадкой для проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. По видам спорта, куду, джиу-джицу, тайскому боксу, футболу, настольному теннису, волейболу, самбо, хоккею и мотоциклетному спорту. Хотелось бы отметить, что участие спортсменов и спортивных команд из городов Ярославской области, Центрального федерального округа, в соревнованиях, проводимых в Угличе, подтверждает высокий уровень организации и проведения соревнований. В 2022 году спортивный клуб «Олимп» в безвозмездное пользование передано было помещение общей площадью 105 квадратных метров для проведения тренировочных занятий по такому виду спорта, как самбо и рукопашный бой. Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом спортивной школе «Спарк» в безвозмездное пользование на срок 11 месяцев передано культурно-просветительское здание общей площадью 124,5 квадратных метра на стадионе «Локомотив». Окончательный вопрос, конечно, о передаче земельного участка пока в собственность, в муниципальную собственность, не решен на данный момент. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями пока не полностью удовлетворяет потребности детей и подростков и населения города и районов занятий физической культурой и спортом. Остро стоит проблема на сегодня – это обновление спортивного оборудования и инвентаря практически по всем видам спорта. Ощущается нехватка спортивных залов, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом и, конечно же, современным спортивным залом размером 42 на 24 метра. Отсутствие современной лыжной базы препятствует развитию таких видов спорта, как лыжные гонки, палеоталон. Требуется реконструкция трибун и подтрибунных помещений, стадиона «Чайка», замена павлового покрытия спортивного зала в ФОКе, физкультурно-оздоровительном комплексе. Замена покрытия универсальных спортивных площадок, расположенных и в сельской местности, ну и в городе Угличе у молодежного центра «Солнечный», который располагается. Большое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов спорта. На базе центра тестирования ГТО продолжено тестирование среди населения в возрасте от 18 и старше. Прием нормативов комплекса ГТО осуществляется по предварительной записи в рамках единых дней ГТО, фестивалей ГТО. Наиболее активность в выполнении нормативов комплекса ГТО проявляют работники муниципальных учреждений. Отрадно отметить, что в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2023 году будет приобретен электронный тир для центра тестирования ГТО. На данный момент мы его всегда арендуем в Ярославле. Отрадно отметить, что все больше угличан вливаются в беговое движение. Благодаря деятельности беговых сообществ «Бег-углич», «Движ-углич», физическая культура и спорт становятся модной и в молодежной среде. В 2022 году возобновлено проведение соревнований по мотокроссу, легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы. Увеличилось количество команд, участниц соревнований по волейболу открытого первенства города Углича по туризму «Туристический слет-2023». Сохраняются традиции проведения муниципальной спартакиады среди сельских поселений по 11 видам спорта, спартакиады трудящихся Углича по 16 видам спорта. Муниципальные спартакиады среди городских и сельских школ по 9 видам спорта, муниципальные спартакиады работников образовательных учреждений. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню здоровья, Дню физкультурника, Олимпийскому дню, поселенческие спортивные соревнования, турниры по различным видам спорта, стали традиционными в сельских поселениях. Наиболее популярному виду спорта футболу посвящены традиционные межпоселенческие турниры, такой как турнир по мини-футболу, посвященный памяти Юрия Орлова в село Заозерия, соревнования памяти Виталия Челнокова в село Юрьева. Одним из важных направлений работы является работа по привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культуры и спорта. Главная непобеда – девиз ежегодного муниципального фестиваля спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Он называется «Личное участие», которое ежегодно проводится с 2014 года. В заключении хотелось бы сказать о том, что с 1 сентября 2023 года запись «Спортивные учреждения, спортивных школ» также будет осуществляться через госуслуги. Выбрать для ребенка спортивную школу или записаться на тестовое занятие, быстро получить заслуженные спортивные звания или разряды – все это можно будет сделать с помощью новой государственной информационной системы «Физическая культура и спорта». Важное направление деятельности государственной молодежной политики на территории Угличского района – это создание условий для позитивной самореализации молодежи. Одной из сильнейших сторон самореализации молодежной политики является функционирование системы временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В 2022 году Департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области Угличскому району предоставлена субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в размере 699 тысяч рублей. Софинансирование из районного бюджета составило 37 тысяч рублей. Субсидия предоставлена на выплату заработной платы трудоустроенным несовершеннолетним гражданам. Было трудоустроено 152 подростка, в том числе подростки, состоящие на различных видах учета, из семей, где один из родителей – безработный, из многодетных семей, неполных семей, малоимущих. В 2023 году субсидия составила 542 тысячи рублей, софинансирование района соответственно 28 тысяч рублей и планируется трудоустроить 108 подростков. Еще один приоритет молодежной политики – это развитие волонтерского движения. Это является нашей региональной ответственностью в рамках национального проекта образования – проект «Социальная активность». С 2022 года молодежный центр «Солнечный» является представительством Центра развития добровольчества Ярославской области в Умличском районе. В рамках этой работы создана муниципальная комиссия по вопросам развития добровольчества. Продолжена деятельность штаба «Мы вместе» на базе муниципального учреждения «Молодежный центр», приоритетным направлением работы которого в 2022 году стала помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям. Штаб занимается приемом заявок от семей мобилизованных угличан. Больше всего заявок принято штабом по обеспечению дровами – это порядка 12 заявок. Все заявки отработаны совместно с администрациями сельских поселений, углическим лесничеством, предпринимателями, волонтерами из числа сотрудников МЧС и ветеранских организаций. Кроме этого, важным направлением является сбор гуманитарной помощи, неравнодушными угличанами, представителями бизнес-сообщества, предприятиями и организациями района, органами местного самоуправления, ТОС города, а также образовательными организациями, учреждениями культуры, некоммерческими организациями и другими, собранно и отправлено в зону проведения специальной военной операции 7,7 тонн гуманитарного груза. Важную роль в работе с молодежью играет конструктивное партнерство с общественными организациями. В сфере молодежной политики на территории района действует 26 молодежных и детских общественных объединений и 23 волонтерских отряда. Это 6,5 тысяч человек. Проекты и мероприятия молодежной политики реализуются зачастую силами общественных объединений при поддержке органов по делам молодежи. В 2022 году был проведен в 15-й раз муниципальный конкурс социальных проектов «Моя идея». Оказана организационная и финансовая поддержка шести проектам на сумму 50 тысяч рублей. В рамках патриотического воспитания детей и молодежи ежегодно реализуется комплекс мероприятий, которые позволили объединить усилия различных субъектов социальной сферы, общественных объединений для создания системы патриотического воспитания в районе. Кроме этого, органами по делам молодежи реализуется комплекс взаимосвязанных мероприятий по противодействию негативным проявлениям в молодежной среде. Вопросы профилактики регулярно и детально рассматриваются на заседаниях профильных комиссий. В январе 2022 года в молодежном центре «Солнечный» начал работать проект «Молодежное пространство». Проведено более 280 молодежных мероприятий различной направленности. Более 40 занятий с участием почти 500 семей провел клуб «Молодой семьи Рассвет». Трижды в год для маленьких угличан проводятся любимые соревнования «Мини-бэби-кросс». Постоянно проходят опросы, конкурсы, интерактивные вечера и другие интересные мероприятия не только на муниципальном, но и региональном уровне. Победы в областном конкурсе творческих проектов, направленных на развитие творческого потенциала молодежи Ярославской области, позволили привлечь в район почти 100 тысяч рублей и провести в рамках Дня молодежи фестиваль молодежного творчества и экстремальных видов спорта «Сделай громче» и фестиваль граффити «Ярче облич». Говоря о трудностях в реализации молодежной политики, нельзя не сказать следующее. Для молодежи мы пытаемся создать все условия, чтобы проявлять себя, участвуя в общественной деятельности. Не все, к сожалению, молодежь ими пользуются, не всегда и у нас получаются с ними диалоги. Мало внимания уделяется рабочей молодежи и не так все просто в работе со студенчеством. Нет никаких сомнений в том, что наряду с развитием сельского хозяйства, строительством дорог, фапов, благоустройством парков и дворов, ключевое значение в развитии территории должны играть и центры для молодежи. Для этого мы, в частности, должны четко осознавать, что молодежный центр – это не только кружки и праздники, а ресурсный центр и центр общественной жизни для молодежи, который может стать катализатором прогрессивных изменений в городе или районе. Но каким бы современным ни был тот или иной объект, определяющим фактором его востребованности всегда были и остаются специалисты, люди, которые там работают. Недостаточность кадрового потенциала молодежной политики остается актуальной и на сегодняшний день. Исходя из вышесказанного, можно определить основные задачи, которые стоят перед органами по делам молодежи и отражены в муниципальной программе «Молодежь». Расширение возможностей для развития и самореализации молодежи через реализацию приоритетных направлений молодежной политики, увеличение охвата молодежи услугами учреждений сферы молодежной политики, увеличение охвата молодежи добровольческим движением, внедрение инновационных форм для саморазвития молодежи, использование IT-технологий, интернет-ресурсов, реализация молодежных проектов на территории нашего района. Подводя итоги, мне бы хотелось сказать, что цель, которая стоит перед органами власти всех уровней и специалистами, реализующими государственную молодежную политику в перспективе, воплотить в жизнь новые подходы в работе с молодежью и, главное, быть постоянно в диалоге с молодыми людьми. Также на заседании депутаты утвердили соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от поселений на уровень района. Внесли изменения в прежнее решение Думы о структуре администрации Угличского района. Продолжение следует...